Режим тотальной экономии в Кремле перекраивает бюджет. На этот раз сокращает финансирование научной сферы. И это после того, как сотни миллиардов рублей сэкономили на заморозке семи сотен инвестиционных проектов. Куда Кремль хочет вложить сэкономленные деньги и к чему приведет такая политика, разбиралась Ксения Боровиненко. Бюджет со знаком минус. Кремлевская политика тотальной экономии дошла до научной сферы. Бюджет науки урезают сразу на четверть, ведь денег нет. На конец июля у них появилась бюджетная дыра в размере 900 миллиардов рублей. Это рекорд с 2011 года. То есть, ну, с 2011 года такого не было. Поэтому на самом деле действительно экономика России трещит по швам. Чтобы удержаться на плаву, Кремлю и приходится сокращать бюджет, фактически расписываясь своей несостоятельности. Аналитики подсчитали, что около 120 миллиардов рублей Кремль хочет сэкономить на гражданской науке и исследованиях. Хотя эти сферы не богаты. Ведь на науку Россия тратит не больше 3% бюджета. Почти в 6 раз меньше, чем на армию. Военно-промышленный комплекс получил сотни миллиардов дополнительных денег. Перед этим в Кремле уже свернули 7 сотен инвестиционных проектов. А это сотни миллиардов долларов. Эксперты считают, в своем желании сберечь деньги путинский режим делает еще большую дыру в бюджете. На самом деле это большой удар по российской экономике. И я думаю, что к той безработице, это приблизительно миллион человек, которые возникают вследствие ухода западных компаний с Раши. Вот приблизительно еще где-то миллион людей потеряют работу из-за прекращения инвестиций в этом году и в следующем. В следующем даже больше. Но проблемы народа Кремлю неинтересны. Важнее в глазах этого самого народа казаться могущественным и непобедимым. Поэтому и на армию тратят баснословные суммы, и на так называемое восстановление Донбасса. Три с половиной триллиона рублей нашлись. Деньги на Донбасс в Кремле выделяют регулярно, но никакого восстановления пока не видно. Во многом, конечно же, это пропагандистский нарратив. То есть желание продемонстрировать прежде всего внутреннему зрителю, что все в порядке, что в бюджете деньги есть, что Россия готова уже начать некое восстановление и оккультуривание захваченных территорий. А еще один аспект – это, конечно же, коррупционный. То есть на науке много не украдешь. На восстановление Донбасса, где вряд ли кто-то предметно будет считать расходы, украсть можно более чем достаточно. Подобные перерасчеты хорошо демонстрируют кремлевские приоритеты. Путинский режим будет продолжать резать бюджет, вгоняя страну в еще больший кризис ради удовлетворения собственных амбиций. Ксения Барвиненко для телеканала Freedom. Наложенные на Россию санкции после вторжения в Украину больно ударили по гордости страны, а именно космонавтики, которая теперь фактически изолирована от международного сотрудничества. А уменьшение госфинансирования отрасли лишь усугубляет общую ситуацию. Не дополучив более 21 миллиарда рублей, Роскосмос вынужден сворачивать некоторые программы, как международные, так и на внутреннем рынке. Впрочем, отсрочить проекты Россия пыталась уже давно. Согласно последнему годовому отчету госкорпораций, план не выполнен на 40%, а прибыль снизилась в 42 раза. В ближайшие три года Минфин России предлагает сократить расходы более чем на полтора триллиона рублей. Больше всего планируется экономить на строительстве новой инфраструктуры, это почти 400 миллиардов. На 200 миллиардов рублей станет меньше промышленный бюджет. Далее в списке наука. Финансирование этой отрасли, кстати, урезают уже не впервые. В этот раз минус 150 миллиардов. Также в списке сокращений сельское хозяйство, космос и даже развитие оккупированного Крыма. Ну, я напомню, что уже рассказывал о федеральном бюджете Российской Федерации в июле. В августе, кстати, скоро тоже сможем посмотреть цифры. Если коротко говорить, то катастрофически виден обвал доходов и гигантский дефицит. Если говорить в общем, можно открыть, даже есть уже скриншоты готовые, доходы, расходы и сальдо. Так вот, обвал минус 22% нефтегазовых доходов в июле. Еще Минфин Российской Федерации дал предварительную оценку исполнения бюджета. И эти цифры показали, что в части не нефтегазовых доходов ситуация еще хуже. Если там минус 22%, то тут минус 29%. Ну и, естественно, что расходы начали бурно расти с конца 2021 года. И обвал доходов и рост расходов привели к гигантскому дефициту в июле. Это 892 миллиарда рублей. И скоро для финансирования дефицита потребуется залезть в фонд национального благосостояния, который, соответственно, явно может не хватить на пенсии. Ну, ты знаешь, если перевести это все на обычный язык обывателя, то все те страдания по Советскому Союзу, которые так часто озвучивает президент Российской Федерации, он же ведь и относился, они же ведь относились и к тому восхищению культурой, наукой и спортом Советского Союза, который на международной арене показывал такие достижения. Ну и, в принципе, учитывая ту ностальгию, которую он хочет перенести в настоящее из прошлого, или как перетянуть, насколько это возможно. А вот с таким финансированием, я думаю, что вот это еще одна мечта, которая может разбиться о реальность. Как там говорилось, перекрываем Енисей, даже в области балета мы впереди планеты все. А еще можно сказать словами российского современника Дмитрия Медведева. Денег нет, но вы держитесь. Что ж, далее поговорим, я так понимаю, и как раз о том, что мы сейчас вспомнили, о российской науке. Да, да. Которая, кстати... Российская наука деградирует уже давно, в этом уверен потомственный ученый Максим Франк-Каменецкий, биофизик, который добился всемирного признания после открытия структуры ДНК, отмечает, что в течение 30 лет в России не было ни одной прорывной работы. А после начала полномасштабной войны в Украине наука в стране и вовсе скоро закончится. Я думаю, что российская наука до 24 февраля была уже настолько слабой, что сказать, будто она станет крупной жертвой, это преувеличение. Скоро она попросту закончится совсем. Конец был близок и без войны. Максим Франк-Каменецкий, заслуженный профессор Бостонского университета. Ну, давайте тогда снова посмотрим на деньги, если уж мы так начали говорить, что уже неоднократно цитировали Bloomberg, который хорошо умеет читать издание, и посчитали, что в санкции в отношении России, все, благодаря санкциям происходит, отрицательный рост, а проще говоря, падение, да, происходит благодаря санкциям. И они откатили уже экономику на 4 года назад. Если, сейчас посмотрим на цифры, ВВП Российской Федерации показал падение во втором квартале почти на 5%, и это уже сравнимо с показателями 2018 года. Отсюда и данные 4 года. И еще, к примеру, за этот же период, если мы берем второй квартал, например, нефтью и газом торгуют же не только Россия, например, Саудовская Аравия. За тот же второй квартал Саудовская Аравия зафиксировала рост экономики почти в 12%, ну и разительный разрыв в значительной степени объясняется как раз влиянием санкций. Вот видишь, ты все о цифрах, а я все вот о быте, да, о поэзии. Ну давайте о поэзии, да, вот Радио Свобода сообщает, если переложить это на более понятный язык, что вот на днях многие американские средства массовой информации откликнулись на заявление Владимира Путина о том, что новые российские вооружения опережают западные аналоги, возможно, на десятилетия, ты помнишь это заявление. И вот комментаторы не применули заметить, что это говорит глава страны, потерявший десятки тысяч солдат, огромное количество техники на поле боя в Украине, а российская оборонная промышленность, как пишут в результате санкций, может остаться без ключевых комплетующих частей для военной техники. Ну а что касается бойкота российских научных учреждений, то вот в июне Соединенные Штаты Америки последними западных стран ограничили научное сотрудничество с российскими исследовательскими центрами, и 2 августа ввели санкции против нескольких НИИ и компаний, которые занимаются разработками высоких технологий, в том числе и Сколтеха. Ну и вот эксперты российские говорят, я заканчиваю свою мысль, я думаю, что российская наука до 24 февраля была уже настолько слабой, что сказать, что она станет крупной жертвой, это преувеличение, она попросту закончится совсем, говорит некий Максим Франк Каменецкий, эксперт по этим вопросам. Мы его, кстати, только что и цитировали, но есть же всегда выход. Есть Китай, Индия, например, да, и совсем недавно вышла статья в The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что США готовятся усилить санкции против России, чтобы та не смогла обходить ограничения. Что именно, говорит администрация президента Джо Байдена, говорит о том, что разрабатывает меры, направленные на то, чтобы Москва не могла избегать санкций, не обходить санкции, в частности, путем переориентации торговли на Китай и Индию. Китай и Индия, в первую очередь Китай, это помощь промышленности, в том числе и военной. Соответственно, среди главных опасений в Вашингтоне называется сотрудничество России и Китая. И последний, Китай, имеется в виду, скажем, Пекин, да, продолжает поставлять Москве некоторые технологии, которые могут использовать в военной промышленности, например, процессоры и другую электронику. Ну и далее цитат из материала. Это означает, что необходимо убедить такие страны, как Китай и Индия со стороны Соединенных Штатов, не присоединившиеся к экономическим санкциям Запада, уменьшить все еще поступающие в Россию финансовые и торговые потоки. Соответственно, в них заинтересован Путин, который нуждается в технологиях для, как минимум, продолжения войны. Про Иран я даже сейчас не вспоминаю, и про беспилотники, те сотни беспилотников, которые уже официально были переданы России. Вот в развитии темы, что будет дальше, и вот в ретроспективе истории, вот в сравнении, да, мы сегодня неоднократно вспоминали и 43-й, и 45-й год с нашими экспертами. То же самое говорится и про науку, и про культуру. В разрезе будущего Российской Федерации в более широком смысле вне науки я вижу прямую аналогию в том числе в общественных процессах в России с тем, что происходило в Германии в 30-х годах. Еще в 2014 году после аннексии Крыма я писал, что есть прямая аналогия, потому что и тот, и другой процесс — это результат гибели империи. И главная схожесть в том, что и тот, и другой режим возникли на основе воспоминаний о славном прошлом и желании его вернуть. Вот этот профессор Франк Каменецкий продолжает развивать эту тему. А ведь еще до начала полномасштабного вторжения, сколько раз мы пытались с экспертами спрогнозировать на историческом контексте тех событий, как может развиваться ситуация. И очень часто, ну не знаю, вот по крайней мере в моих эфирах, я помню, что процентов 80 эксперты говорили, ну что вы, проводите налоги с прошлым веком и с той войной, совершенно сейчас нет смысла, потому что, ну, другое совершенно окружение, другие исторические сейчас контексты. То есть все это осталось в прошлом. Ну и что, что схожесть есть? Ну и то, что можем почитать архивные заголовки и архивные какие-то тексты из газет тех лет, где Европа возмущалась, как-то засмучивалась и вот... Огорчалась. Огорчалась, да, спасибо. Вот оно все повторяется, и как показала реальность, что все-таки история, как ни крути, она иногда повторяется. Имеет некоторое свойство повторяться. Ну, на самом-то деле вопрос был в том, что углеводороды, самое главное, газ, нефть и, например, какой козырь у Европы. Вот буквально накануне мы обсуждали, да, солидарность, как говорят некоторые эксперты, и деньги, и то, что договорились просто не конкурировать за поставщиков, и даже по самым высоким ценам, просто по высоким ценам смогли закупить достаточно газа для того, чтобы их хватило на зимний период, чтобы не замерзли. Да, вот, например, сейчас Еврокомиссия и сами страны быстро договорились с Норвегией, Катаром, США, Алжиром, и вот к первому сентября, то есть это у нас будет послезавтра, выйдут, должны выйти как минимум на 80% заполнения хранилищ газовых, а уже к первому октября на 95%. Вот. Ты знаешь, что в этой всей истории удивляет? Ну, то, что удивляет, нет, просто отрезвляет больше всего, что как быстро, оказывается, можно принимать решение, когда поджимает, а когда ты понимаешь, что других вариантов нет. Нет, и на самом деле удивительно, что столько было разработок, и эти разработки, не просто разработки, они уже в стадии были практически вот одной рукой до запуска. Были только вот свои какие-то собственные интересы, которые предотвращали быструю реализацию всех этих проектов, но, как видим, что та Европа, которая спала своим литурагическим, привычным, интеллигентным сном, вот после событий в Украине, все-таки по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает просыпаться, и все эти наработки начинают действительно воплощаться в жизнь. Современные и дающие независимость от какого-то одного государства, который имеет претензии на единовластное владение какими-то важными для человечества ресурсами. Вот, кстати, в новом времени Петр Чернышев, я Сергей Чернышев, он Петр Чернышев, бывший глава Киевстара, написал очень интересную колонку о том, что вот что будет с Газпромом, да, он здесь рассуждает, что новую трубу из России в Азию для прокачки газа строить дорого и долго, я цитирую, и без западных поставщиков Россия это все равно не умеет. Ну, имеется в виду технологии, а импортозамещение, как мы понимаем, даже в этой сфере не работает, соответственно, без западных технологий трубу построить, во-первых, долго, во-вторых, невозможно. Сжиженный газ, это тот, который, LPG-терминалы, да, сжиженный газ из России в Китай, например, возить можно, но тут такая деталь, пишет Петр Чернышев. Такой корабль идет из единственного порта в России до Шанхая 70 дней, это учитывая туда и обратно. А что это значит? Если «Газпром» хочет каждый день отправлять хотя бы один корабль, а реже не имеет смысла, действительно, просто если посчитать финансово, то ему надо где-то арендовать 70 таких кораблей, а их в мире 640 сейчас штук. И многие вообще с Россией не хотят работать. А с 2023 года, сейчас заканчиваю уже, перевозку российского газа нельзя будет застраховать вот именно те страховые компании, которые находятся в Великобритании. Я очень коротко просто резюмирую все то, что мы обсудили. Куда же все-таки может вот такая политика откатить, насколько времени назад Российскую Федерацию? Тут очень четко есть цитата «откат России не в темные века, а все-таки откат России в более-менее советского типа общества. До момента, когда каким-то образом произойдет трансформация а-ля Горбачев, это будет что-то среднее между Северной Кореей и Китаем». Вот такое резюме подводит в своей аналитической статье «Радио Свобода».